привет дорогие друзья и подписчики итак зоотроп снова с вами и сегодня мы начинаем наш ролик вот с такого интересного места а точнее с экзотического места возле фонтана ну правда в нем уже растет дерево но когда-то это был фонтан который непосредственно венчал въездную группу к шикарному поместью точнее к загородной даче но об этом чуть дальше и так идем вперед и так к этому зданию приложил руку сам знаменитый архитектор фраполли представьте себе так мы с вами находимся в семье малого белгороднестровского района и это бывшая усадьба точнее загородный дом павла марини у одного из наших друзей коллег сережи эльмиры несколько лет назад было уже отсюда видео ну а мы проезжая мимо конечно хотели вам показать какое состояние на сегодня видите ли какой-то был памятник какое состояние на сегодняшний день этого имения этой усадьбы здесь когда-то на стенах было очень много росписи красивые картины но картина на сегодняшний день вот такая так сегодня у нас начало августа 2023 года давайте мы сначала обойдем со стороны лимана здесь когда-то был интересный причал романтических для романтических встреч и романтических катаний на воде все это было сделано но к сожалению на данный момент состояние увы печально и вы знаете мы вам показывали все честно открыто откровенно как и здесь в этом непосредственно имений в этой усадьи. Вот он, Белгород-Днестровский, точнее, Днестровский лиман, недалеко от города Белгород-Днестровский. Вот с правой стороны, если мы сейчас выйдем вот так вот сюда на сторону лимана, мы увидим непосредственно город Белгород-Днестровский. Ну и, конечно, в этот жаркий и знойный день мы хотим все-таки начать путешествие по этому имению непосредственно вот отсюда, с берега лимана. То есть, здесь песочек, в том числе можно сюда приехать и в этой воде купаться. То есть, смотрите, видите, чистый песочек, как морской, обалденный. Да, есть подходы, есть вот там дальше пляж, тоже один, второй. То есть, опять-таки, локация, хоть мы вам показываем непосредственно имение и эту усадьбу, но рассказываем в том числе про пляжи, которые можно приехать и насладиться. То есть, Малога, Сухолудья, вон там просто люди купаются дальше. Можно приехать и отдохнуть. Ну, а от этого остатки непосредственно того самого, можно сказать, романтического причала. Ну, судя по всему, в советское время он уже, наверное, перестраивался, потому что я вижу, что здесь есть какие-то плиты ПТК уже, которые выпускались именно в советское время для основы. Ну, вот это вот явно бутовая часть. Это как раз остатки того самого первого причала, именно тех годов, когда строилось это поместье. Поместье, напомню, этот участок был получен в 1820-е годы Павлом Яковлевичем Марине. Знаете, нам всегда интересно побывать в тех местах, в которых мы бывали ранее, в которых кто-то из наших коллег бывал, снимал ролики, показать с прошедшим, ну, с истечением времени, как изменилось состояние, в лучшую или в худшую сторону, в каком оно находится. Сейчас в виде, поэтому мы честно, откровенно показываем вам сегодня именно это. К сожалению, внутри поместья не сохранилось. Усадьба не сохранилась. Вот наша Виктория. Бегает для вас, делает фотографии. Есть несколько рисунков. Вот остался рисунок. У Сережи он был более четкий. Сейчас, к сожалению, его уже почти не видно. Видя какой-то домик с башенками, как какое-то шале интересное. Замок. Замок. Тут все стены полностью были расписаны. Вот остался заборчик. Ну, его еще видно. Вот остались башня. Видите, был рисунок. Вот он тоже продолжение. То есть, был продолжение, знаете, забор. По кругу. Полностью по кругу. Непосредственно все стены были разрисованы, расписаны точнее, правильно сказать, в различные тематические мотивы. Итак, была расписана вся усадьба. полностью весь дом. Это, конечно, очень классно. Ну, это был спуск в подвал. Он засыпанный почти полностью. Серега, когда лазил, там еще можно было залезть. Сейчас уже вряд ли. Ну, мы, конечно, спустимся, подойдем, посмотрим, но картина, как она есть. Вы знаете, кто-то все-таки здесь убирал. Могу сказать, что территория убрана. Вокруг убрана здесь. Внутри опять-таки был очередной какой-то пожар, потому что видно, что горело недавно. Но, в принципе, все убрано. Смотрите, какая была арка. Входная, видимо, с двух сторон были арки. С той и с той стороны. В два, как бы, крыла боковых. Действительно, круто было. Отсюда, конечно, вид. Видите, полукруглый был зал такой. Оно небольшое. То есть, это, скажем так, был, знаете, как дача, назовем это так. То есть, загородный небольшой домик на берегу лимана с красивым, действительно, видом. Давайте вернемся вот к этой стороне и посмотрим, какой вид с окна был. Ну, на второй этаж мы не попадем, но, по крайней мере, с первого будет понятно, какая красота открывалась для жителей и гостей непосредственно этого имения. На Днестровский лиман, на ту сторону, на Авидиополь, на Калаглию и так далее. То есть, отсюда видно все. Да, вон ветряки, которые стоят в дальнике. Кто помнит, кто знает, у нас есть видео остров Тирогетов. Обязательно посмотрите его. Мы в этом видео объехали этот лиман полностью по кругу и рассказали про то, что здесь когда-то не было лимана, здесь когда-то был остров. Ну, кому интересно, посмотрите. Видео называется Остров Тирогетов. Кто не найдет, напишите в комментариях, мы вам скинем ссылочку для того, чтобы вы могли посмотреть. Вот, Виктория нашла еще часть рисунка на одном, тоже на первом этаже получается. Орнамент, не рисунок, орнамент. Это было тоже наверху. Орнамент, да, там тоже было что-то нарисовано, но уже в советское время видимо закрашивалось, как обычно, видите, какие слои краски здесь. А вот тут пробивает орнамент синим цветом. Все это было, конечно, очень красиво, но опять-таки состояние, к сожалению, вот такое вот печальное. Итак, дорогие друзья, вот была лестница на второй, и был явно башня, была третий этаж, потому что, видите, второй этаж, пологая лестница, а выход на третий этаж более на крыше, уже более такой резкий. Видите, все построено из камня ракушника, в том числе, даже, видите, сделан над окнами перемычки, сделанной сводом, сводчатого плана, сводчатого типа. Ну, вот такая вот у нас у меня получилась прогулка по этому месту. Итак, зоотроп работает для вас, с вас подписка и лайк, ну, а мы, конечно, показываем все самое интересное и стараемся для вас запечатлеть и сохранить непосредственно историю нашей страны, которая была когда-то и которая сейчас, к сожалению, частично тратится и рушится. Это очень печально. Представьте себе, да, в селе Малога, в котором, по большому счету, нет особо ни работы, ничего, восстановить это поместье, сделать здесь внизу шикарный пляж, часто очень актуально, кроме того, сделать, кстати, там, видите, пляж и там есть катамараны даже, чуть дальше, справа, это в конце, получается, поселка, кооператива, то, что мы вам показали. Сделать пляж, сделать здесь какую-нибудь локацию интересную. Даже в плоте того, что сделать непосредственно в этом здании интересный тематический отель. Вы знаете, как, допустим, мне очень нравится отель Меджибош, непосредственно возле одноименной крепости Меджибошской. Действительно, очень классно они сделали, стилизировали его под те времена. И точно так же можно было сделать здесь. Судя по забору, как он поставлен, то кто-то его уже к рукам, скорее всего, прибрал. Ну, хотелось бы, чтобы не просто прибрали, а еще и действительно закончили, восстановили и сделали красоту для нас, для всех, чтобы мы могли, как туристы, приезжать и наслаждаться. Кроме того, здесь локация великолепная, которую можно действительно организовать. Так, дорогие друзья, зоотроп на этом будет заканчивать. Мы двигаемся дальше. У нас еще впереди много интересных видео и много интересного контента. И напоследок, как обещали, мы заглянем в подвал. Ну, назвать подвал его сложно. Маленький такой погребочек, маленькая комнатка для хранения явно была, овощей. Видите, тут амурби, даже не, наверное, да, боковое окно вентиляционное и, в принципе, вот такой вот маленький, то есть, дальше входов я не вижу. Больше никаких входов в подвал тоже я не нашел. Поэтому, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Мы показали вам все честно, открыто, откровенно, как и всегда. С вас лайк и подписка.